Музыка Добрый день, Хармата Хазмата Штар, уважаемые коллеги. Рад приветствовать на плановом заседании Международного наблюдательства Совета научного центра мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. В Татарстане функционирует одна из десяти научных центров мирового уровня, созданных в России по приоритетам научно-технологического развития. Деятельность республиканского центра направлена на разработку эффективных технологий поиска, расцветки и освоения залежей углеводородного сырья. Они должны обеспечить страну запасами доступной нефти и газа, как на новых малоизученных территориях Арктики, так и в пределах уже существующих крупных месторождений. Эта цель критически важна для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, особенно в рамках новой геополитической реалии. В свою очередь, ключевая задача нашего Совета – мониторинг результатов выполнения и корректировка программы дальнейшего развития центра. Сегодня мы обсудим основные итоги его деятельности в прошедшем году и поговорим о важнейших результатах, полученных учеными-геологами. Особое внимание докладчиков прошу уделить вопросам внедрения производства новых технологий и методов поиска и добычи углеводородов. Разработки центра в первую очередь должны найти свое применение в нашей Республике на объектах компаний Татне и малых нефтяных компаний. Нефтедобывающая промышленность является и в обозримом будущем, останется базовой отрасльной экономики Республики Татарстан. Ее вклад в формирование ВРП, доходов бюджетной системы, а значит и благосостояние населения трудно переоценить. Таким образом, деятельность центра будет иметь большое значение для долгосрочных перспектив не только научно-технологического, но и социально-экономического развития Республики Татарстан. Уважаемые коллеги, на сегодняшнем заседании присутствует 16 человек из 19 членов Совета, 8 в очном, 8 в дистанционном формате. Повестка заседания находится в раздаточных материалах и представлена на мониторах. Какие будут предложения по порядку сегодняшней работы? Если согласиться, предлагаю утвердить повестку, не опрошу проголосовать. Повестка утверждена. Переходим к первому вопросу о рассмотрении итогов реализации программы создания и развития научного центра мирового уровня отчета за 2022 год. Слово для выступления предоставляется Данис Карловичу Нургалееву. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемый Руслан Владимирович, члены Совета, приглашенные в рамках национального проекта «Наука университета» в конце 2020 года на конкурсной основе были созданы научные центры мирового уровня по направлениям стратегического и технологического развития Российской Федерации. Центры созданы в целях осуществления прорывных исследований, фундаментального поискового характера, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости. По направлению экологически чистой ресурсоизберегающей энергетики наш проект получил поддержку от консорциям из четырех университетов – Казанского, Губкинского университетов, Фимского нефтяного и Сколтеха. Среди десяти поддержанных центров наш центр получил максимальный балл Совета по государственной поддержке в создании и развитии НСМУ. Победа в этом конкурсе была итогом большой многолетней работы университетов. И в случае Казанского университета я хочу поблагодарить вас, Руслан Григорьевич, руководителя нефтяных и сервисных компаний за постоянную поддержку, Нориль Фатович, что и позволило Казанскому университету в этой сфере выйти на самые передовые позиции не только в России, но и во всем мире. Разрешите коротко представить краткий анализ глобальных и больших вызовов в данном направлении. Глобальные вызовы не изменились за последний год. Рост потребления энергии, глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, колебания цены на нефть и газ – все это осталось, усугубилось только. Резкие изменения произошли в прогнозах видов первичной энергии на ближайшие десятилетия. Я покажу это на одном примере. Это важно сегодня. На слайде слева вверху показано распределение используемой энергии по источнику в 2021 году. И видно, что до 80% энергии было получено из ископаемого топлива. Ниже рисунок демонстрирует это распределение по регионам. Видно, что в регионах с развивающейся экономикой доля существенно выше. На центральном рисунке показаны прогнозы конца 2022 года, какая энергия будет использоваться для производства электричества к 2030 году, в зависимости от сценария решения вопроса с эмиссией углерода. Даже наиболее оптимистичное сопровождение эмиссии парниковых газов в сценарии показывает, что более 40% энергии будет получено из ископаемого топлива. Для сравнения рисунки справа, это прогнозы, сделанные теми же авторами, только 3 года назад. К 1940 году планировалось, что около 65% электроэнергии будет вырабатываться из ископаемого топлива. То есть экспертная оценка различается в 1,5-2 раза. Этот вопрос сегодня сильно политизирован. И как мне сегодня сказал Владимир Владимирович Дребенцов, один из крупнейших экспертов по этим вопросам, член нашего совета, он здесь сегодня, все решится к середине этого года, откуда, куда и сколько нефти и нефтепродуктов будет предложено и потреблено. Этот год будет решающим. Интересно, когда будет достигнут максимум спроса на нефть и газ, демонстрируется вот на следующем слайде, тоже по оценкам тех же самых экспертов. Наиболее вероятный ответ с точки зрения оптимистичной модели эмиссии углерода не ранее 35-40 года. Один из трендов производства водорода с использованием электричества сегодня имеет в среднем очень высокий углеродный след. В этой связи я хочу обратить внимание на молекулу метана, который 4 атома водорода и всего 1 атом углерода, это чрезвычайно эффективный природный носитель водорода. И, по сути, на ближайшие несколько десятков лет это наиболее экологичный вид топлива. Известно, что эпоха угля закончилась более 100 лет назад, но сегодня 35 и даже больше процентов электроэнергии производится из угля. А эпоха нефти, видимо, закончится, когда закончится нефть на планете. Особенно принимаю внимание на то, что более миллиарда человек в мире не имеют сегодня доступа к простому электричеству. О значимости нефтегазового сектора для нашей страны свидетельствует факт, что в 2022 году около 43% поступлений в бюджет страны – это нефтегазовые доходы. Это примерно 10,7 трлн рублей. Это прямые поступления, а с учетом косвенных – это и больше половины бюджета. Падение цен на нефть, искусственное распределение спроса – это главные вызовы сегодня для нефтяников страны. В этой ситуации важнейшими задачами является обеспечение страны запасами доступной нефти, а также добыча ее по конкурентной себестоимости и максимально экологичной. С каждым годом структура запасов ухудшается, а большинство месторождений новых требует огромных вложений. Все эти вызовы определили цели нашего центра. Стратегии в мире центра. Во-первых, необходимо наращивание ресурсной базы в регионах с развитой нефтегазовой инфраструктурой, увеличение кин на старых месторождениях, а также масштабное вовлечение на разработку всех нетрадиционных запасов. Понятно, что для этого совершенно необходимо решить вопрос с ольготами. Во-вторых, поиск крупных месторождений на новых территориях, в особенности в Восточной Сибири, на шельфе. Таким образом, цели научных центров совершенно очевидны. Создание экологичных, энергоэффективных и экономичных технологий прогнозирования разведки добычи углеводородов. И, конечно же, распространение этих новых технологий через подготовку и повышение квалификации специалистов. Это также определило основные направления исследования и разработки конкретных технологий. Среди них технологии прогнозирования запасов на крупных территориях, экспрессной оценки лицензионных участков, эффективные технологии поиска и разведки оценки запасов на старых месторождениях, технологии добычи трудной нетрадиционной нефти, в том числе используя технологии подземной нитепереработки с использованием каталистических систем. Комплекс технологий, по сути, парадигма разработки месторождений гигантов, которые сегодня находятся на поздной стадии. Практически все проекты мы ведем с нашими партнерами, нефтегазовыми и сервисными компаниями. Все, что мы разрабатываем, мы испытываем и внедряем практику совместно с ними. Необходимо отметить, что значительную часть разработок мы ведем с компанией Татнефть, малыми компаниями Республики Тарстан. В списке наших партнеров также все крупнейшие компании Российской Федерации, Кубы, Китай, Вьетнам, Индии, Кувейта, Оманы и других стран. Например, в 2022 году консорциям научного центра выполнено более 180 проектов на сумму около 1,4 миллиарда рублей. Необходимо отметить, что консорциям обеспечивают примерно половину ежегодного выпуска специалистов по нефтегазовому делу в стране и примерно более 5000 специалистов проходит повышение квалификации. В мировом масштабе консорциям научного центра мирового уровня является несомненным лидером в области изучения разработки гигантских месторождений, а также в области подземной нефтепереработки, используя каталитических систем. Все это позволило нам войти в число 75 лучших университетов мира по нефтегазовому делу по версии международного рейтингового агентства КУЭС. Если говорить об инфраструктуре и оборудовании консорциями, то вы, уважаемые, что наглядились, прекрасно осведомлены о лабораторной базе всех участников нашего консорциума. Вы там были. Казанского университета, Сколотеха, Губкинского, Юфимского университета. Я не буду на этом вопросе подробно останавливаться. В распечатках представлена презентация, в которой информация очень подробно расписана, показана. В некоторых направлениях мы являемся лидерами не только в России, но и в мире. И это позволяет нам приглашать ученых со всего мира, а также привлекать талантливых молодых ученых, аспирантов и студентов со всей нашей страны. И, конечно, наша гордость – это наши молодые ученые. К 2025 году в Центре будет работать более 60% специалистов – это молодые ученые, молодые исследователи до 39 лет. Мы над этим работаем очень серьезно, потому что это для нас очень важно, и готовим молодые таланты со школьной скамьи. И здесь будет уместно напомнить коллегам о полевой республиканской геологической олимпиаде, которая ежегодно проходит в Шлике Тарстан 2014 года при вашей личной поддержке, уважаемый Александр Григорьевич, при финансовой и инфраструктурной поддержке компании Татнефть, малых компаний и Министерства образования и науки Республики. А в этом году олимпиад будет целых две. Во-первых, это республика Каннская, она проводит в апреле, в конце апреля, и всероссийская, в конце июля. Эти олимпиады пройдут в республике Тарстан на базе главной компании-спонсора Татнефти. Наш потенциал – это наши коллеги, которые находятся сегодня по всему миру, и с более чем 40 научных центров в России и за рубежом. Более 50 ученых в 2022 году приехали из-за рубежа и сотрудничали с нами. За последний год мы реализовали с их участием пять крупных проектов с зарубежными фондами и компаниями. Уважаемый Руслан Григорьевич, в 2016 году вы открывали нашу первую международную конференцию «Термо-ЮАР» по тепловым методам повышения нефтеотдачи, которая сегодня стала одной из самых популярных площадок в этой области среди специалистов всего мира. Она прошла в России, в Китае, в Колумбии, в наиве прошлого года в Баку, а в этом году мы планируем провести ее в начале октября в Турции, в Анкаре, на базе нашего давнего научного партнера, лучшего университета Турецкой Республики, Средневосточного технического университета. Президент университета, профессор Мустафа Вершан-Кок, сегодня на связи. Он член наблюдательного совета нашего научного центра мирового уровня. И, пользуясь случаем, уважаемый Руслан Григорьевич, приглашаем вас принять участие в этой конференции, учитывая и то, что сегодня Турция становится важным субъектом в этой области. Я хочу передать несколько минут времени. Вот Мустафа скажет, Мустафа, could you say some words about our cooperation? Уважаемый господин президент, я должен сказать, что Казанский федеральный университет действительно имеет очень важную позицию в современном мире за последние десятилетия, учитывая масштабные проекты и исследования, а также международные публикации в производстве различных продуктов суройности и также методы извлечения нефти. Все эти публикации публикуются в ведущих журналах и представляют самые важные результаты в этой сфере. Более того, я хочу подчеркнуть, что пятая конференция, которая пройдет, как и первая, которая прошла в прекрасном 2016 году, пройдет в ноябре 2023 года в Баку и вновь под руководством Казанского федерального университета. Я хочу поделиться с вами, что в 2023 году мы проведем шестую эту долгожданную конференцию с участием самых выдающихся ученых и исследователей в этой области со всего мира. Я хочу выразить свою искреннюю признательность президенту Республики Татарстан, господину Руслану Нургалевичу Мениханову, и хочу поблагодарить за возможность моего краткого выступления. Спасибо большое. Спасибо большое. Разрешите кратко представить некоторые из наших проектов и разработок 2022 года, которые уже используются нефтегазами и сервисными компаниями. По направлению прогнозирования нефтегазоносности крупных территорий, мы разработали технологии, которые используются для территорий, на которых практически нет данных, только спутниковые снимки, данные геологических съемок, рельеф и спутниковая графика. Используя априорные данные по геологии и самые общие данные по нефтегазоносности, технологии позволяют обраковывать территории с низким потенциалом. Большие перспективы адаптации использования данной технологии открываются на арктическом шельфе. В конце 2022 года начнется создание технологии поиска и разведки крупных газовых залежей на шельфе с использованием российского беспилотного подводного аппарата, оснащенного специальным оборудованием, позволяющим выявить высокоперспективные участки. Заказчик работы ПАО «Газпром». В этом году мы получили ряд существенных результатов в области компьютерной анализ и геоморфологических данных для оценки нефтегазоносности, что позволило поднять на новый уровень нашу комплексную технологию. Сегодня она уже применяется для решения задач компании «Газпром» «Газпромнефть». Уважаемый Руслан Григорьевич, вы помните, есть стратегические соглашения между Республикой Катарстана и ПАО «Газпром», в рамках которого уже проведены работы по Восточной Сибири, в Красноярском крае, Иркутской области. В этом году мы продолжим работы в Якутии. Наша технология в настоящее время принята в качестве стандарта компании «Газпром». В Казанском университете создана уникальная лаборатория гетермохонологии с масс-спектрометром высокочувствительными для измерения тяжелых изотопов, позволяющих реконструировать тепловую историю бассейна, оценивать возможные запасы и выделять наиболее перспективные на нефть и газ участки. Эти работы мы выполняем совместно в кооперации с нашими коллегами из «Колтех» Уфимского медицинского университета. Сегодня нашими услугами в этом направлении пользуются не только российские, но и зарубежные компании. Одной из важнейших задач консорциума научного центра является создание технологий для эффективной разработки крупных и гигантских месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, когда добываем в флюиде 5-10% нефти и даже меньше. Объектом, на котором мы создаем опробуемые технологии, является ромашкинское месторождение. Сейчас с коллегами из Уфимского нефтяного университета мы начинаем работу на орландском месторождении Башкирии. Крупные месторождения, которые достаточно долго разрабатываются, методом заводнения, имеют низкие кины, но имеют развитую нефтегазовую, социальную инфраструктуру, кадры, а значит, они имеют большой потенциал для наращивания добычи при использовании соответствующих технологий. И мы создаем совместно такие технологии. Нами разработан программный комплекс Реснейро, используемый для локализации остаточных запасов применением нейросетевых логовитмов. Он уже нашел применение на ромашкинском месторождении ТАТ-нефти. Технологии геоиндикатор, которые в выявлении целлюков нефти оценки их объема осуществляются за счет мониторинга биогеохимических параметров добываемого флюида. Анализ также ведется с использованием нейросетевых логовитмов. Сегодня эти технологии внедряются не только в ТАТ-нефти, но также и в малых компаниях. Интерес к ней проявлен компаниями «Газпромнефть», «Лукоил» и «Роснефть». Одновременно разработана серия микросервисов. Программы на основе использованы сквозных технологий, помогающих оптимизировать самые рутинные процессы, важные для оптимизации добычи нефти. Многие из этих программ сегодня успешно пользуются ТАТ-нефти и других компаниях. Технология «Псевдокерн» открывает новые возможности извлечения информации из шлама, близкую к той, которую мы получаем из керна. Стоимость такой информации получается на порядке дешевле. Важным направлением работы НСМУ является исследование в области гидроразрыва пласта. Эти операции все больше используются компаниями сегодня. В данном направлении значительных успехов достигли наши коллеги из «Колтеха» и Губкинского университета. Созданы новые методики изучения упругих параметров горных пород для проведения наиболее эффективного ГРП, создания дизайнов ГРП. И созданы новые составы для замены импортных составов, которые сегодня пока используются. В части бурения гранитальных и наклонных скважин коллеги из Уфимского университета создали оригинальное устройство для эффективной очистки ствола, предотвращения осложнений, повышения качества и сокращения сроков строительства скважин. Эта технология уже используется во многих компаниях. Значительная часть запасов нефти сосредоточена в карбонатных породах, в том числе и в Татарстане. В этом направлении коллегам из Уфы и Москвы достигнут значительный прогресс в части создания новых импортозамещающих составов для кислотной обработки коллекторов. Учеными Губкинского университета создан чрезвычайно эффективный софт, позволяющий подбирать наиболее эффективные композиции и регламенты обработки. Идет успешное внедрение этих разработок. Консорциум научного центра мирового уровня, без сомнения, является одним из мировых лидеров в области научных исследований тепловых методов разработки сверхвязкой нефти, как по оборудованию, так и по опыту использования, исследования и публикации. Сегодня разработки научного центра мирового уровня в этом направлении используются не только в крупнейших российских компаниях Татнефти, Роснефти, Лукоиле, Газпромнефти, Зарубежнефти, но также в компании Китая, Кубы и Амана. В области внутрепластового горения наши разработки с китайскими коллегами и компанией «Ретек» являются наиболее передовыми в мире сегодня. Обнадеживающие результаты получены в области экспериментов с сверхкритической водой, которые открывают принципиально новый перспектив разработки знаменитых баженитов и домонекитов. Пока это дороговато, но прогресс уже сегодня виден. Напомню, что сегодня направление, которое мы называем «нефтепереработка под землей», успешно развивается не только в теории, но и на практике. Разработаны новые каталитические комплексы, которые опробованы и внедряются в компании Татнефть, Ретек, Зарубежнефть, Роснефть на Кубе и в Китае. В НСМУ ведется также разработка широкого спектра химических методов повышения нефтеотдачи. Это новые химореагенты, полимеры, павы, пены. В этом направлении большие достижения наработаны нашими коллегами из Губкинского университета. Доля запасов трудноизвлекаемой нефти с каждым годом растет, и многие ее виды успешно осваиваются использованием химических мол. Целый спектр реагентов, созданных нашими научными коллективами, сегодня позволяет полностью заместить заурбежные аналоги. В качестве основы для производства во всех случаях используется отечественное сырье, основная часть которого производится в нашей республике. Другие направления разработок связаны с закачкой попутного газа и углекислого газа, водогазовых смесей, с их утилизацией и повышением нефтеотдачи. Получены очень интересные перспективные результаты, в том числе в малых компаниях, в Татарстане, также начинается угрессный проект с Росатомом по созданию хранилищ углекислого газа и их сопровождению. Сложные воздействия на сложные резервуары требуют очень глубокого понимания процессов, происходящих в порах. Мы бываем на новых сопровождениях. Защитный прогресс и возможность ускорения выбора наиболее оптимальных технологий, повышение кин сложных коллекторов, открывает методы микрофлюидики. Интересные результаты получены из колтех. Практическое применение этих разработок ожидается в ближайшее время. Проблему утилизации попутного газа мы предлагаем решить превращением его в гидратную форму. Руслан Григорьевич, вы это видели на выставке. Этот способ привлек внимание компании «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», добывающих нефть в регионах со слаборазитой инфраструктурой. Газ может быть легко превращен в гидратную форму, в лед и, по сути, транспортирован в несложных контейнерах, в достаточно нормальных условиях, в точку, где он снова легко превращается в газ и попадает в газопровод. Большую работу мы проводим в НСМУ по созданию новых приборов и методик для экспрессного получения информации о добываемом флюиде нефти и нефтепродуктах. Эффективные и дешевые датчики необходимы для оперативного управления процессом добывающей и не только. Наши методики сегодня успешно используют таможни и лаборатории оценки качества нефти и нефтепродуктов предприятий «Даунстрим». Если подвести итоги 2022 года, можно резюмировать следующие результаты. Во-первых, создана успешная практика, не имеющая аналогов в мире, комплексной технологии оценки перспектив нефтегазоносности территории на углеводородах, на слабоизученных территориях, перспективы на арктическом шельфе. Разработаны успешно используются элементы, не имеющие аналогов мировой практики, новые парадигмы, по сути дела, комплексы технологий разработки крупных и гигантских месторождений, которые находятся на поздней стадии. Разработаны успешно поддерживают практику нефтедобычи комплексы новых, уникальных, импортообережащих, экологичных, энергоэффективных, экономических, рентабельных технологий добычи нефти в старых нефтедобывающих регионах для уеспечения рациональной выработки сложных запасов. Оценка работы, качества работы центра производится также по ключевым показателям эффективности. Вот здесь приведены таблицы, кадровые показатели, публикации, работа с бизнесом, результаты интеллектуальной деятельности и так далее. Все показатели нашего НСМУ как минимум выполнены, а 61% показателей перевыполнены более чем полтора раза. Это по количеству ведущих ученых, работающих в центре, по количеству обликованных статей в высокорейтинговых журналах и по привлечению внебюджетного финансирования, а также по количеству поданных и полученных патентов. Доклад окончен. Спасибо большое за внимание. А если нет, прошу проголосовать. Кто за то, чтобы утвердить отчет о реализации программы создания и развития НСМУ за 2022 год? Кто за? Держали против. Решение принято. Следующий вопрос. О внесении изменения программы создания и развития научного центра мирового уровня. Слово имеет заместитель директора по инновационной деятельности Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Владислав Анатольевич Судаков. Спасибо, Рустам Нургалевич. Добрый день, уважаемые члены Совета. Уважаемый Рустам Нургалевич, приглашенные. Программа создания и развития научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углевдоров в планеты» на 2020-2025 годы – это основной документ нашего центра. В нем представлены планы по научным исследованиям центра, сотрудничеству с зарубежными организациями, развитию кадрового потенциала, в том числе реализации образовательных программ и программ дополнительного профессионального обучения, проведение научных мероприятий, конференций, круглых столов, развитие научной инфраструктуры и мероприятий, направленные на трансфер технологий и результатов научных исследований. В реализации программы участвуют все четыре организации, обязательства каждой из которых закреплены в соглашении о создании консорциума. Изменения в программу вносятся ежегодно по причине актуализации и конкретизации заявленных ранее обязательств с учетом мировых трендов, развития направлений научных исследований и потребностей предприятий, а также изменениях в объемах бюджетного финансирования центра. По причине большого объема изменений программа на слайды вынесена лишь существенная. Полный перечень предлагаемых изменений в программу вы можете посмотреть в раздаточных материалах. Здесь представлены предлагаемые изменения в паспорт программы создания и развития центров в связи с необходимостью проведения объемов финансирования в соответствии с протоколом заочного заседания Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. Изменения плановых объемов финансирования выносятся в 2023-2024 года в связи с сокращением бюджетного финансирования на 10%. Перечень работ, проводимых в рамках мероприятия 1.1 по разработке спутниковых технологий, изучению структуры земной коры, прогнозированию запасов углеводородов и оценке их доступности для освоения, в том числе на слабо исследованных территориях, на суше, на шельфе, был существенно доработан и конкретизирован. Добавлены работы по созданию базы данных по карбонатным породам Ромашинского и других месторождений, литологогеохимических характеристик нефтематеринских отложений основных нефтегазоносных комплексов Южно-Татарского свода на основе комплексных литологических, пиролитических и изотопно-геохимических исследований с целью оценки их генерационного потенциала, а также по исследованию эволюции химического и изотопного состава углеводородов при миграции и формировании залежей на примере Ромашинского и окружающих месторождений, анализ структуры земной коры, мирового шельфа по спутниковым герметрическим данным. Полный перечень нанесенных изменений представлен на этом слайде, а также в раздаточных материалах. Указанные изменения касаются обязательств Казанского университета, работы Сколковского института науки и технологий остаются без изменений. По мероприятию 1.2 также был доработан план научных работ по дистанционным и наземным технологиям поиска, разведке и оценке запасов на слабо исследованных территориях, с использованием спутниковых методов и легких геофизических методов в наземном, водном и аэроварианте, в том числе с использованием беспилотных аппаратов. Добавлены работы по оценке возможностей и развитию экспрессных полевых геохимических методов для прогнозирования нефтегазоносности территорий, методики применения дистанционных методов получения геохимической информации с использованием БПЛА, методических подходов по использованию автономных необитаемых подводных аппаратов для проведения высокоточной магнитной съемки, изучения изотопного состава растворенных газов, особенностей рельефа дна и природных газопроявлений, для прогнозирования перспективности территории на наличие залежи углеводородов. Планируется апробация отдельных элементов предлагаемых методик в условиях шельфа с кораблей. В планируемых исследованиях по разработке методов, алгоритмов и технологий оцифровки переработки имеющихся данных на месторождениях гигантах с использованием элементов сквозных технологий перенесены работы из мероприятия 1.1 по созданию высокоточных реконструкций, фоциально-генетических особенностей, строения нефтяносных бассейнов. Добавлена также разработка модели осадка накопления отложений нижнего карбона Волго-Уральского региона. И методики выбора оптимальных режимов циклического воздействия в тиригенных коллекторах с различной остаточной степенью нефтенасыщенности на основе комплекса петрофизических исследований и математического моделирования. Доработка разработанных программных комплексов, таких как Гиснейра и Реснейра, программного обеспечения системы интегрированного моделирования и других программ. Представленные изменения касаются плана работ Казанского университета. Мероприятие 2.2 Работы в части разведки и доразведки запасов различной структуры, а это залежи вязкой и высокоязкой нефти, зон остаточной нефтенасыщенности, также претерпели изменения. Дополнены работы в части разработки способа онлайн-мониторинга геохимических параметров шлама, флюидов, газов в процессе бурения, добычи и эксплуатации залежей. Доработка платформы для ввода и анализа разнородных геохимических данных мониторинга разработки залежей углеводородов, развитие технологий мониторинга разработки залежей СВН, сверхвязкой нефти. Раздел 2.3 Программа посвящена созданию новой парадигмы разработки месторождений гигантов на поздней стадии. Работы по данному направлению были также детализированы и дополнены. Предлагается включить в состав работ разработку методики анализа результатов проведенных методов увеличения нефтеотдачи на нагнетательном фонде в разрезе технологий, объектов, способов воздействия и кратности обработок. Опробование и совершенствование программного комплекса Реснейра в части создания практических рекомендаций для оптимизации доразведки и разработки крупных месторождений на примере Ромашкинского месторождения и других месторождений Волго-Уральского региона. Развитие технологии биологических методов увеличения нефтеотдачи в части расширения базы данных микроорганизмов на нефтяных месторождениях. Комплекс на изучение карбонатных коллекторов, сложные структуры и разработка методики выбора оптимального перечня и порядка геолого-технических мероприятий, к примеру, известных в республике 301-303 залежи. Мероприятия 2.3. Также были перенесены работы из другого раздела по исследованию микробного сообщества нефте, разработке применения биохимических технологий до освоения крупных месторождений с целью объединения всех биологических исследований в одном направлении. Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями. В части сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими организациями был актуализирован перечень ученых, с кем осуществляется взаимодействие в рамках научных исследований Центра. Предлагается заменить доктора Ли на доктора Фьянг Джин по причине того, что основное взаимодействие осуществляется с последним. По второму пункту заменен университет по причине смены места работы ученого. В связи с приостановкой деятельности соглашения с сотрудничеством с Imperial College London предлагается заменить на ученых из Йемена и Ирана, которые являются ведущими в мире специалистами по органической геохимии, и оценки перспективности разработки месторождений и анализа интерпретации томографических изображений, моделирования пористого пространства соответственно. Вновь вернемся к вопросам о финансировании Центра. Предлагается внесение изменений сразу в трех разделах программы, а именно информация о финансовом обеспечении программы создания и развития Центра на 2020-2025 годы, включая размеры финансовых средств, исчерпывающие перечень расходования средств, перечень участников Центра, претендующих на представление гранта, и предложение по распределению средств гранта между такими участниками Центра. На доклад в качестве примера вынесена только одна таблица, остальные разделы представлены в таблице изменений в раздаточных материалах. Здесь представлены объемы финансового обеспечения Центра в разрезе бюджетного и внебюджетного финансирования. По трем направлениям деятельности Центра скорректированы согласно обновленным значениям финансирования Центра в 2023-2024 годах. На этом все. Спасибо за внимание. Уважаемые члены Совета, проект решения по второму вопросу о повестке дня находится на руках. Есть ли какие-то предложения, дополнения? Конечно, конечно. Очень нужно, я хотел бы даже это. Спасибо. Вот я прослушал эту программу, она как-то удивительно напоминает мне то, что мы позавчера подписывали программу ТАТНЕФТИ, ТАТНЕПИНЕФТИРАБОТ, и программу Американского нефтяного института. Это мой первый вопрос. Второй вопрос я вот слушаю по финансированию и прочему, и не слышу вопроса о самоокупаемости. Вижу бюджетное финансирование, транши и прочее, а вот вопросы об окупаемости всех этих патентов и прочего. Можем ли мы их дальше коммерциализировать? Потому что не идем ли мы в сторону того, что... Вот у меня один вопрос, и второй вопрос. Так, пожалуйста. Значит, по первому вопросу абсолютно правильно, потому что, в общем-то, это показалось то, что мы все правильно в одном направлении движемся, да? У всех программы одни и те же, проблемы одни и те же. Да, но у нас не так много ресурсов, чтобы их раскидывать. И тут, и там заниматься одними. Потому что речь идет о чем? Ну, взяли мы это микробное сообщество. Все аппаратуры у нас есть, посмотреть, какое там ДНК и прочее. Надо ли и тут, и там это смотреть? Неужели у нас так много денег? Взяли еще там целый ряд тем, которые предлагаются. Я точно знаю, их делает так НИПИ, и лаборатория у них есть, и они занимаются микробиологией там с 90-х какого-то года. И здесь такие же работы. Рационально ли вот такое использование денег? Причем это не научный поиск какой-то, а это просто сбор информации. Для дальнейшего осмысления. То есть факты. Отвечу, да? Да, давай, пожалуйста. Во-первых, вот это плана, потому что направление, да. Во-вторых, мы работаем же не только от нефти Ромашкина, да. Во-первых, мы работаем по всему миру. Это коллега сказал про Ромашкина, и я по этому на комплексе. Да, конкретно, да. Думаю, рациональный в деньги. По поводу микробного сообщества. У нас, во-первых, мы вот те планы, те работы, которые ДНК делают, так сказать, огни делают, мы с ними как-то абсолютно коррели, мы абсолютно правы, то, что вот какую-то часть фундаментальных исследований, мы делаем в рамках вот этого проекта. Потому что этот проект, он вначале был фундаментальным, мы просто его сейчас поворачиваем в более практическую, как бы, плоскость, да, вот особенно вот после событий, вот этой вот ситуации. Вот. И здесь, конечно, абсолютно нет дублирования. Это вот вы абсолютно права. Потому что даже, например, в области микробного сообщества, да, мы же используем микробный сообщество не только для добычи, для повышения нефтеотдачи, но мы используем его как источник информации, в большей мере. Помните, я рассказывал, что когда мы берем вот этот биохимический анализ, делаем, да, мы по всему миру, у нас сейчас база огромная. В любом научном поиске сначала сбор информации. Это научный протокол. В любом научном поиске сначала сбор информации идет. Это в протоколе написано. Это у всех сбор информации. Я говорю, что одинаковые, надо ли тратить деньги. У меня услышите. Объекты разные. Объекты разные. Во-первых, вот то, что Татнефть делает, скажем, мы с ними же работаем. Я услышал объекты месторождения Татнефти. И окружающие, да. И окружающие месторождения. Допустим, там все, вот у нас 150 тысяч метров керна, в основном, сейчас даже старые керны поднимаем, пытаемся найти там остатки ДНК, РНК того, что там было, микробного сообщества, пытаемся найти и происследовать. То есть закладываем это, ну, сейчас алгоритм для обработки этих данных готовится. Все 150 тысяч метров керна идет, работа с этим сообществом, и не только с живыми, а с теми следами и остатками, которые там есть. Остатки РНК. Наша база, она ведь по всему миру. Наша база, она по всему миру. Мы вот имеем базу сейчас, да, вот Белоруссия работает, ребята у нас, да. Вот Веране работаем мы, да. Вот эти все материалы, они, потому что получается, что эти микробные, так сказать, сообщества, они немножко отличаются. Почему они отличаются, пока это, как бы, неизвестно. Но есть что-то общее, а есть разные вещи. Например, среди этих общин мы выделяем наиболее эффективные, которых нет, например, в Ромашкино, к примеру. Владимир Владимирович, я все понял, я говорю о другом. Было исследование микробного сообщества Ромашкино, и у меня просто вопрос, а надо ли мы можем просто делиться этими данными? Может, эти деньги на что-то другое вам направляют? Не дублировать? То, что мы получаем, этого не получали. Не надо, надо, не надо. Я говорю о том, что надо выдублировать себя. Давайте, давайте ближе работать. Ну, в принципе, мы имеем доступ к информации, но в некоторых случаях, конечно, информация закрыта, потому что она поможет. У нас ТТП здесь нет? Вы пригласили, нет? Нет. Ну, как вот так? Я же попросил, Ринат, чтобы нефтяники были представлены. Сам Григорьевич, я могу задать Непи, отвечать, к тому же микробиологию, я сам смотрю. Давайте ближе работать, я согласен абсолютно. Давайте, на самом деле, постараемся, ведь очень мощную научную базу сейчас лабораторную ТАТНИПИ формируют на базе этого нефтяного института ТАТНИПИ. Вот, как ты, вот, наш центр должен максимально задействовать этот ресурс в наших исследованиях. Мы поэтому и собираемся. И ученые, которые работают в Альметьевске, они тоже должны быть задействованы. Я даже хотел, наверное, вопрос задать, вот, как посмотреть, чтобы вся эта работа шла не на просто какие-то журналы, отчеты, а уже потом находила применение, и у меня было сказано, на компании ТАТНИПИ и малых компаний. Коммерциализация важна, если для того, чтобы работать, а то одно, продукт надо получить, продукт потом использовать и потом уже дальше продавать. Поэтому мы, как бы, предложение, вот, Альметьев сказал, сблизить наши позиции, задействовать тот потенциал, который есть у наших нефтяников, нефтяной института ТАТНИПИ нефть, но и идти на коммерциализацию при рассмотрении итогов работы центра, отдельно обратить внимание на результативность нашей работы. Возрождений нет, если мы какой-то формулировки этого зафиксируем. Еще есть какие-то предложения? Пожалуйста, Рафин Ацаматович. О ресурсах говорим. Да вот мы, значит, и в докладе, Данис Карловича прозвучал, значит, о том, что СО2 надо использовать. Вот у нас 100 тысяч тонн СО2 есть в Нижнекамске нефтехимии. Понимаете? Все говорят, в журналах печатают, значит, докторские, кандидатские печатают, а СО2 брать 100 тысяч тонн в Нижнекамске никто не хочет. Давайте решим этот вопрос, а? Поговорим. У нас получено разрешение от Роснеда на закачку СО2. Это процесс не просто качаю куда хочу, необходимое разрешение. Теперь мы подбираем точку для бурения скважины, пробной скважины, которая определит качество покрышки. И после того, как мы определяем качество покрышки, отберем все кемы, проведем испытания, мы будем готовы... Мы СО2 будем для чего использовать? СО2. А вы по какой СО2 говорили? Я говорю про СО2. 100 тысяч тонн. 100 тысяч тонн, да. Вот, а я про него. На оксиэтилен, который есть. И я про него. Все хорошо. И я про него. Хорошо. Ну, то, что мы немножко расшевелились, это тоже хорошо. Одно дело бумаги писать, другое дело какие-то реальные проекты. Я думаю, мы в апреле начнем бурение, Рустам Андреевич, должны начать разведочное бурение. И где-то к маю месяцу уже должны получить результаты по объектам, которые можно закачивать СО2 в Татастане. На захоронение. Не для разработки нефтяных месторождений, а для захоронения. Миньфорьич, привлекает нас тоже. Это как газовое хранилище будет, что ли? Да. СО2. И потом что? Будем продавать? Смотря по тем температурам, которые там будут, есть вариант от того, что там все это перейдет в жидкую фазу и будет скорее захоронено. А если вот там сверх критическое состояние будет, то может остаться в газообразной фазе. И там тоже есть свои методы, как с этим бороться. Ну, исследования. Я считаю, что это интересно. Это закачка водяной пласт, в принципе, который находится под нефтяными месторождениями. У нас опыт с атомом. Объем хранения где-то мы расцениваем около 250 миллионов тонн СО2. Технологию по выделению СО2 из дымовых газов мы отрабатываем. На сегодняшний день отработаны амины, которые поглотители химические, которые процентов на 15 эффективнее тех, что есть. И мы сейчас занимаемся аппаратами разделения. И дымовые газы тоже будем закасивать? У нас основной источник именно в СО2, в дымовых газах растворен. Мы по Нижнекамску, Татнефть считает своих, где-то около 11 миллионов тонн СО2. Но это в огромных объемах дымовых газов. Ну, вы там говорили, что экономика она пока не получится. Экономика не пляшет в пределах 45-50 долларов за тонну. Себестоимость этого мероприятия пока смотрится. Но это такая грубая оценка. Но если учесть, что... Вопрос, какие оценки будут приняты в Российской Федерации СО2? Дешевле вряд ли возможно. Это связано с снижением выбросов или как? Это снижение выбросов. Ну, каждую тонну СО2 для того, чтобы закачать, мы произведем где-то по энергетике еще 600 килограмм СО2. Вот такая история. Энерго, очень энерго, такой затратный процесс. Да. Сегодняшний. Ну, я думаю, что появляются новые технологии, новые решения. Поэтому наука есть, будем работать. Так, коллеги, еще, может быть, коллеги, которые у нас на видео, пожалуйста, если есть у них какие-то предложения к видению. Ну, я считаю, что давайте вот по второму вопросу я прошу проголосовать с учетом вот тех пожеланий, которые мы их распишем. То, чтобы в нашей работе были некие вот итоги коммерциализации или вот синхронизации работы вашего, ваших институтов и институтов в Татнефте. То есть, обмена информации, совместная работа. Вот эти вопросы нам надо будет. Коллеги, если вопросов нет, я предлагаю проголосовать за второй вопрос. Кто за? Воздержались? Против? Решение принято. Уважаемые коллеги, мы сегодня рассмотрели два вопроса. Я считаю, что... Я не знаю, порядок какой у нас. Мы советы собираем сколько раз в год? Раз в год. Раз в год собираем мы. Ну, я думаю, что раз в год это маловато, потому что хотя бы два-три раза в год надо собираться, смотреть, куда движемся, что происходит. Много событий сейчас, много что меняется. Я думаю, что... Кто у нас секретарь совета? Вы, да? Давайте мы как-то вот в этом году три раза вот проведем. Дальше, когда все это заработает, посмотрим. Потому что как-то более активнее, чтобы хотелось, чтобы наши производственники тоже участвовали. Вот мы приглашали какую-то форму задействовать Татнипи нефть, наш нефтяной институт. Вся эта работа должна быть совместная. Рафинад, хотелось бы, чтобы вы тоже более, значит, конкретизировали те цели задачи. Вот те вопросы, которые Инаэль Фадович обозначил, они очень важны. Инаэль Фадович, просьба как-то вот нашей специалисты, компании активно были вовлечены в эти процессы, расчеты, посмотреть. И очень важно, что вы берете как бы периметр всего, не только там, наши месторождения и за пределами. Нам это тоже очень интересно. И нашим специалистам это будет очень интересно. В целом я хотел поблагодарить докладчиков, поблагодарить всех участников. И, конечно же, заранее надо будет материалы представить членам совета и той инициативной группе, которую мы будем привлекать, чтобы они не послушать пришли, а подготовились и как-то вступали в диалог по тем иным разработкам. Ну и нам важно, чтобы вот те разработки, которые у нас есть, мы их опробовали на работе в наших компаниях, и мы тоже получали какой-то ресурс информационный. Идет, не идет, на что. И, наверное, Фадович, может быть, исходя из тех вопросов, которые в производстве есть, эти задачи перед наукой тоже надо ставить, то, что сегодня необходимо. Если, коллеги, вопросов нет, я хотел бы всех поблагодарить за совместную работу и на этом завершить наше заседание. Спасибо. 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 Спасибо.